Сегодняшний день, 27 января, важная историческая дата. В нашей стране отмечается день снятия блокады Ленинграда. В городе Лабытнаги проживает Хилия Матвеевна Мелькова, которая, будучи ребенком, пережила это тяжелое время. Наша съемочная группа побывала у нее в гостях. Подробности в сюжете Альмиры Новоселовой. Наступление фашистских войск в Ленинград началось 10 июля 1941 года. Ближе к осени уже были перерезаны железные дороги. Город оказался заблокированным. Попытки сорвать оборону советских войск оказались безуспешны. Немцы рассчитывали взять измором. Продовольствия и вправду катастрофически не хватало. По карточной системе в начале зимы 1941 года рабочий получал 250 граммов хлеба в день, а дети и старики всего 125. Там был жмых в хлебе, там был столярный клей, там иногда была бумага, иногда были мелкие опилки. Как-то мы понимали, что маме взять неоткуда. Мы не просили, мы не кричали, мы не плакали, мы не дергали ее. Но я вот когда стала взрослой, вот начала чаще думать о том, что как она выдерживала эти шесть пар голодных глаз, которые глядели на нее и ждали, ждали. А где она могла взять, если у нее самой не было. Несмотря ни на что, изможденные люди продолжали работать. Все, кто мог. Женщины, старики, подростки. В какой-то момент приходилось до работы добираться пешком, так как общественный транспорт перестал ходить. Поэтому рядовой картиной стало падение людей прямо на улице. Больше они уже не поднимались. Так и оставались лежать до весны. Только потом их собирали бригады и хоронили в общих могилах. Ко всем бедам зима выдалась суровой, холод пробирал до костей. Согреться и поесть – это было тогда желанием каждого. Печи буржуйки появились не сразу, да и топить особо было нечем. Топить нечем было. Это был город каменный. И поэтому, где когда-то пригороды были, оставались деревянные дома, и если они гибли под бомбежкой, то в первую очередь, конечно, был такой закон, что эти бревна шли на дрова в госпитале, в больнице, в детские сады и ясли. А потом уже что осталось остальным? Ну, конечно, заборы все разобрали, все, что было деревянное, все подобрали на улицах, и потом начали жечь мебель. Вой сирены воздушной тревоги и сейчас приводит Хилию Матвеевну в ужас. Она вспоминает, как доведенная до отчаяния мать приняла решение больше не бегать, прятаться в бомбоубежище, потому что и она, и дети уже были обессилены. Как кормящая мать, только что родила. Этих детей надо днем и ночью разбудить, одеть, собрать, посмотреть, чтобы они все, все бежали с тобой. Помню, как бегали мы, значит, младший брат на руках, меня держит она за руку, старшая моя сестренка на два года держится за юбку, остальные трое бегут впереди. Спасение для ленинградцев было в открытии дороги жизни. Через Ладожское озеро за весь период было эвакуировано около полутора миллионов человек и столько же тонн грузов. Немцы бомбили этот спасительный путь. Одна из бомб взорвалась прямо перед машиной, в которой покидала Ленинград семья Мельковых. Две впереди идущие машины ушли под лед. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. Оборона Ленинграда – это символ мужества, стойкости, патриотизма и героизма советского народа. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».